Александр с хорошим настроением возвращался домой. Сегодня он получил достойную премию и хотел порадовать свою любимую женщину чем-то необыкновенным. С Натальей они жили вместе уже три года, и девушка в последнее время все чаще делала намеки на обручальное кольцо и замужество. Но Александр не хотел торопиться. Он собирался жениться один раз и на всю жизнь. Примером для него были его родители, которые прожили в браке уже 32 года и недавно праздновали годовщину. Александр с Натальей тоже были на торжестве в ресторане. Было все очень просто и по-домашнему. Несколько родственников и близких друзей семьи. И его мама, которая никогда не вмешивалась в личную жизнь сына, отозвала Александра в сторону и тихо сказала, «Сыночек, не торопись со свадьбой, присмотрись еще к Наталье. Мне кажется, что она совсем не тот человек, за которого себя выдает». Александр стоял хлопал глазами и не знал, что ответить. Слова мамы были для него неожиданностью. Жили они с Натальей отдельно от родителей, на другом конце города, в его квартире, которую он получил в наследство от дедушки, как единственный внук. Сегодня, подходя к дому, парень удивился, что свет в его окнах не горит, хотя Наталья должна была уже вернуться домой с работы. Может, уснула после смены, подумал парень. Наталья работала медсестрой в больнице. Александр поискал в кармане ключ и открыл дверь. Темно и тихо, похоже, что дома никого. Наташа. Тихонько позвал он, боясь разбудить девушку. А в ответ только тишина. Молодой человек включил свет в прихожей. Шкаф был раскрыт, в нем висели только пустые плечики от одежды. Еще ничего не понимая, парень прошел на кухню. На столе лежал лист бумаги и нервным почерком написано, прости меня и не ищи. Я нашла себе другого парня, более обеспеченного. В этот момент слова мамы всплыли в его памяти. Александр молча опустился на пол. Он не понимал, как можно так поступить с близким человеком. За что она так с ним? Уже несколько ночей подряд он не мог уснуть. На работу ходил как робот. Парень все больше уходил в себя и замыкался. Сперва по ночам дурные мысли не давали уснуть. А вот со вчерашнего дня еще добавился собачий вой в его спальном районе. Конечно, не всегда было тихо и спокойно под окнами. Иногда бродили отдельные личности, которые любили послушать громкую музыку. Но эта собака была очень странной. Вторую ночь подряд на улице прогуливался пес, которого раньше никто не видел. Наступал вечер, и он начинал очень громко выть, естественно, доставляя неудобства не только жильцам дома, но и всей окрестности. Первую ночь сосед Александра вышел на улицу, чтобы прогнать назойливого пса. Сосед долго гонялся за ним, но пес скрылся в темноте и больше не появлялся. Но стоило соседу только вернуться домой и лечь в постель. Уличный концерт повторялся с новой силой. После второй бессонной ночи многие соседи решили созвать небольшой совет и составить план дальнейших действий, чтобы прекратить ночные выступления и обеспечить себе нормальный, полноценный сон. Собрание прошло бурно и на эмоциях. Предложения были самые разные. Кто-то предложил вызвать службу по отлову собак, кто-то предлагал покормить песика, может он просто голодный. Ну, а некоторые варианты Александра просто шокировали. В доме у парня никогда не было животных, но такие зверские мысли не могли даже прийти ему в голову. Большинство жителей на собрание решили вызвать службу отлова. Но сердце Александра подсказывало, что пес выл не потому, что хотел всех разозлить. Он определенно хотел что-то сказать. Поэтому парень решил действовать самостоятельно, тем более, что ему ночью все равно не спалось от дурных мыслей. Молодой человек все еще никак не мог принять поступок своей бывшей девушки. Как только на улице стемнело, незадолго до прибытия службы отлова, парень решил прогуляться по местности и найти исполнителя ночных песен. Уже пару часов он бесполезно бродил по району в надежде найти собаку. Но поиски не заканчивались успехом. Александр вооружился провиантом в виде небольшой палки колбасы и нескольких кусочков сыра. Но пес как будто чувствовал, что на него открыта охота и где-то затаился, а может быть парню так показалось. Во всяком случае их пути пока никак не пересекались. Александр обошел весь ближайший к их микрорайону сквер и уже на выходе увидел знакомый взгляд. Это был тот самый пес. В его глазах была просьба и надежда на помощь. Александр вынул из сумки колбасу, оторвал от палки приличный кусок и аккуратно бросил животному, чтобы не напугать. Собака быстро схватила кусок и побежала за ближайшую беседку. Парень последовал за ней. Все-таки голодная, бедняга, подумал он. Но все равно в поведении собаки его что-то настораживало. Пес мог бы сразу съесть эту колбасу, но он схватил свой кусок и побежал куда-то, в самый дальний, заросший угол парка, как будто его там кто-то ждал. Александр поспешил за псом той же дорогой. На какое-то мгновение он потерял животное из вида. Но вот вдалеке опять мелькнул хвост песика. Парень присмотрелся и увидел, как собака забирается в большую, заброшенную бетонную трубу. Это было похоже на какой-то коллектор. Труба уходила куда-то под землю, а снаружи торчал только вход. Много лет Александр жил рядом, гулял по этому парку не один раз и никогда не знал, что тут есть такое зловещее место. Конечно, ему стало интересно, и он последовал за псом. Пройдя по грязи, он подошел к этой трубе и заглянул в нее. Внутри была жуткая темнота, пахло сыростью, но пса не наблюдалось. Парень достал телефон, включил фонарик и шагнул в черную бездну. Под ногами что-то противно хлюпало. Грязь, перемешанная с водой, прилипала к новым кроссовкам, но ему было на это плевать. Мелкими шагами, практически на ощупь, Александр пробирался вперед. Фонарик давал не так много света, но Александр интуитивно чувствовал, что конец трубы где-то недалеко, и он должен упереться в какой-то тупик. Вскоре так и произошло. Там его ждал уже знакомый пес. В темноте животное зарычало и оскалило клыки. «Ты что, друг, не узнал меня?» Как можно дружелюбнее заговорил Александр. Парень достал остатки колбасы и бросил их голодному псу. Собака схватила кусок и отнесла к другому концу трубы, где была полная темнота. Через несколько секунд пес снова вынырнул из бездны, но уже приветливее. Он вилял хвостом и перестал рычать на молодого человека. Александр расценил это как дружелюбный жест. Похоже, на том конце трубы кто-то есть, и пес все время звал кого-нибудь на помощь. Животное повернулось и повело Александра вглубь трубы. Там-то он и увидел на мокром полу, придавленную бетонным обломком, маленькую белую собачку. Она не могла сама освободиться, и пес, как мог, помогал ей выжить, таская ей еду. А еще он несколько ночей подряд выл у этого парня во дворе и звал людей на помощь. «Ах ты ж спасатель!» — вслух произнес молодой человек. «Я знал, что у тебя большое сердце». Он мягко положил руку на голову пса. Собака склонила голову и позволила себя приласкать. Через час освобожденная белая собачка и ее добрый друг расположились в квартире у Александра навсегда. Вот такая необычная история. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания!